Местная полиция решила провести спецоперацию по борьбе со старателями-нелегалами на янтарных приисках в 100 километрах от автобусного центра города Ровно. Колонна из нескольких автомобилей и двух автобусов с сотрудниками полиции въехала в негласную янтарную столицу, городок Клёсов. Путь правоохранителям перекрыли баррикадами, повалив на дорогу деревья. На месте возник конфликт между сотней сотрудников полиции и несколькими сотнями жителей окрестных деревень. Сотрудники полиции открыли огонь из травматического оружия. Это стреляют по людям резиновыми патронами. Видите, что творят? 16 лет парню, рука вся синяя. Стрельба в этих местах не в новость, но как аргумент в споре с сотрудниками полиции, местные жители использовали гусеничную бронетехнику, легко бронированный артиллерийский тягач. Эту информацию нам подтвердили сами полицейские. Местные жители причиной конфликта называют то, что среди полицейских они идентифицировали человека, который, по их утверждению, несколько лет собирал дань с нелегальных старателей. После того, как правоохранители применили травматическое оружие, в поддержку старателям приехала бронетехника. В результате противостояния переговоров полицейским удалось договориться о мирном урегулировании конфликта и разблокировать путь к отступлению. Черный рынок янтаря, по оценкам Службы безопасности Украины, составляет от 800 миллионов до миллиардов долларов в год. Только взятками в правоохранительные органы, по оценкам СБУ, ежемесячно старатели оплачивают более 300 тысяч долларов. Сами же старатели зарабатывают куда меньше, в среднем от 5 до 20 тысяч долларов в месяц. Стрельбу и эскалации конфликта до такого уровня не ожидали ни местные жители, ни правоохранители. И те, и другие пошли на переговоры для того, чтобы избежать жертв и массового кровопролития. Каждого из вас ждет жена домой, мать домой, семьи вас ждут, а не чтобы вы тут перестрелялись между собой. Не дай Боже допустить это, не дай Боже стрельбы сейчас. Узаконить добычу янтаря в Украине пока не получилось. В 2008 году соответствующий закон витировал тогда президент Украины Виктор Янукович. По неподтвержденным данным и утверждениям самих старателей, его сын Александр Янукович контролировал этот бизнес. В прошлом году Верховная Рада Украины в первом чтении приняла еще один законопроект, но до второго чтения за почти год так и не дошло. Ситуация в Ровенской области остается крайне сложной. Дмитрий Лентьюк, Украина, специально для Настоящего Времени.